Всем доброго времени суток, с вами снова Игорь. Сегодня в данном видео будет очень много информации, очень много инициативной, и возможно кто-то заразится даже своей идеей. Сегодня речь пойдет о модулях в ДНД РПГ игре на Вери интернет 2. И о очень умных людях, о инициативных людях, о очень умных людях, программистах, скриптерах и так далее, которые заразили своими работами, идеями, очень много других умных людей. И я не считаю в этом ничего зазорного, потому что все мы друг от друга чему-то учимся. Итак, приступаем. Сегодня пойдет речь в моем видео о модулях с оружием, но я уже осматривал предыдущих видео, с лошадями и возможностью оседлать их с поездкой на лошадях, то есть верховой, с доиконной, о том, что сделано уже за все это время, с начала 2006 года и произведено такими же творческими людьми. Но я начну с того, с основателя, кто. Я не буду врать, что это мои модули, мои разработки, мои идеи. Нет. Я буду честен, я сейчас прямой человек. Открыто, честно говорящий, прямо говорящий правду. Вот. Судей, которые вот даже лошадь сейчас сделали, что можно на нее сейчас оседлать, поводья сделали, для них все, давай, и так далее. Теперь уже и вели за это все время люди и плавание на ДНДР погибли. Это, как я говорю, уже безграничная. Сейчас немножко, секунду философства будет, потом обернусь в свою мысль собираю в свой порядок. Это же безграничная вот эта вот площадка для творчества на ДНРПГ-игре на Элитер Найс 2, на ДНРПГ-игре на Элитер Найс 2 и ее тулсет, в котором можно сделать, совершить все, что угодно. Провождая неограниченная площадка, то есть все заканчивается только вашими личными фантазиями, фантазиями, да, соображениями, идеями, умом, интеллектом и так далее. Так вот, потом еще ввели уже все это время люди умные, инициативные плавания и даже полеты, и даже прыжки, и даже лазания по скалам и так далее, скринбинг называется, свиннинг, плавание, свиннинг, полеты, левитации, и на лошадях и так далее. А вот, и потом начали заражаться, заражаться инициативные люди и начали создавать свои модули тоже, а модуль это и есть потом преобразованный, хорошо развитый, большой командой инициативных людей, серверы. А модуль создаются в вложенный в ДНРПГ-игры на Элитер Найс 2 тулсете, свой, да, но там на скрипты все знать, чтобы создать нормальный полноценный модуль. А запускается потом все данный модуль, когда он уже полностью создан, большой командой инициативных, творческих людей, ну, программистов, там, скриптеров и так далее, маппер-мейперов, кто рисует и монстров и так далее, создают скрипты на те же респаунные точки и так далее, ну, много скриптов, ну, чтобы монстр респаунился бесконечно на ту точку какую-то. Ну, в общем, не суть, когда будет создан модуль инициативной группой, ребят, потом они запускают его через программку, вложенную тоже с игрой, на Эринтер 2 сервер называется, так как на Эринтер Найс 1 есть, просто на Эринтер сервер, на Эринтер 2 сервер. И через эту программку свой модуль люди отправляют, соответственно, в интернет для других людей уже, чтобы заходили и играли. Вот, перед вами мы видим самые вот эти вот, это просто хорошая команда по работе, для других людей, трудолюбивых людей, если же это время, надо поддерживать, обновлять. Вот, потом отправляют они в интернет свои творения модулей. Это же сервер, это тот же модуль, просто, просто, так сказать, хорошо разработаны, продуманы и так далее, выложены в этот, в интернет, для всеобщего скачивания и так далее. Так вот, сейчас я хочу провести хронологию, откуда все началось, с чего началось, и чем закончилось, а все это выделилось. Ну, давайте, для начала, чтобы создать сервер, надо это большую команду для любилюбивых людей, чтобы создать модуль большой, с кучей локаций и так далее, это нужны программисты, скриптеры, модульмейкеры, мапперы, форумные администраторы, потому что без форума никак людей, и там информацию и так далее надо на форумах для любилюбивых людей предоставлять, какую-то без этого никак, без информации, чтобы все знать, фиксы и так далее сервера. И все, где люди собирались. Вот, форумные администраторы, и все это надо. Но не суть, сегодня будет тема о модулях. Так вот, вообще все начинается с идей, да, конечно, нашей головы, с мысли. Вот, смотрите, возможно, куда-то изразиться идеей. Значит, все начинаю, поехали. Начнем с, вот он, РВЦ, Хорсис, с лошадей, как оседовать лошадь и так далее. Значит, смотрите, все началось с некого человека, с умного человека, под никнеймом HellfireRVC. Вот не надо говорить, что это я создал кто-то там дальше. Все начали просто с него копировать, все началось с него. Сейчас я проведу хронологию полностью, чтобы было все понятно, чтобы не было ошибок, чтобы с указанием авторства. 21 мая 2011 года в сети появляется видео первое с лошадью. Ну и просто все офигевает общественность, потому что в Нелитер Найз 2 в априори запрещены, лошади были, и их не стали вводить разработчики ДНРПГ игры Нелитер Найз 2, потому что это как существо, ну, на нессори посчитали, не сказочно, она в реальной жизни, вот если все. А это же все-таки сказочно, вот это вот, ну как, фэнтези мира, то есть, ну, выдуманная, вот эта вот фантазия, как она, сейчас, а, Fargo, там, с Realms, выдуманная, это, забытые королевства, это же выдуманная специально для ДНРПГ-игр. И там вроде как существа, лошади, так и в принципе-то не должно быть, потому что она реально, тут же все гоблины, мы, насколько знаем, монстры, по ДНРПГ-играм, по правилам, гоблины, кобольны, ну и так далее, ну и кто-то там похожи более-менее на лошади те же, вот. Но вообще, по-моему, потом в следующих редакциях правилов стали появляться тоже быки, лошади, там, коровы, как существа фермерские. Я точно не знаю в этом, но примерно так рассуждаем. Так вот, все началось с того, что лошадь все-таки, он взломал систему, вот я считаю, что вот этот программист ломает систему, стереотипы, правила и так далее. И в 21 мая 2017 года буквально в сети появляется видео с лошадью. Все офигевает, он сидит на лошади, человек, но Ридер Най-2, такого нельзя было сделать. Бегает на лошади, садится на нее, все, и с оружием можно. Потом, смотрите, 21 марта 2012 года, этот человек, Хеллфайр, Хеллфайр РВЦ, делится с общественностью уже, и он все уже, свои работы выкладывает на всеобщее дождение и скачивание. Вот, я уже скачал, вот как раз РВЦ Хорсиас. Сейчас мы будем их тестировать. Ну, сейчас зайдем, потом до следующих, потом, 1 мая 2012 года, какой-то пользователь по Албанг, Албанг, или как его там зовут, ну, какой-то иностранный игрок, не хочу, Албанг, Албанг. Тоже не хочу его оскорбить, как там, ну, авторство, он уже Хеллфайр, переделывает, улучшает, у него уже на лошадях можно, так, ага, у него уже на лошадях можно и ездить с оружием в руках и так далее, на лошадях и там уже с этими, кто-нибудь, с плащами, уже улучшает творение Хеллфайра РВЦ. Вот РВЦ Хорсиас, да. А буквально, вот сейчас я на данный момент записываю видео, 2018 года, буквально 21 апреля, не так давно, 2018 года, 21 апреля, 2018 года, какой-то пользователь, с непонятным никнеймом, 4760, просто по цифрами. Вообще, начал разработку и сейчас вот он уже улучшает, что можно с оружием уже двумя в руках, с копьями и так далее, можно скачки на лошадях уже устраивать и разбивать объекты, он добавляет, при этом, когда бегаешь, полностью, вот там манекены есть, как они, называется, комбо думе, кукла, короче, боевая для тренировок, и ее можно, он это улучшил, на лошадях, когда скачать, я все это, все ссылки обязательно, ребят, внизу данного видео оставлю, и скачиваю, вот вам радости будет, можете экспериментировать и так далее, сделать потрясающий, может, русскоязычный модуль когда-нибудь. Для этого говорила огромная команда людей, инициатив, которые не забрасывали бы свой проект, поддерживали постоянном норяде, и не отсыпали, несмотря ни на какие трудности. Это гарантия успеха, и долгосрочность, и густра населенность игроками полноценного сервера. Но вначале он модуль будет, все же из модулей начинается, вот как раз мы на модуле находимся. Ну так вот, и вот по сей день он там разрабатывает, вот этот, короче, подникнейм 4760 улучшает, все на лошадях. А еще был такой сервер, сейчас уже его нету, сейчас я вернусь сюда, не доберемся до всего сегодня. Уже не стало данного сервера, к сожалению. Почему-то загнулся, видимо, небольшая команда работала на ней. вот так как-то. Ну, короче, двигатель возрождения, или инструмент возрождения, восхождения, и так далее, и тому подобное, там переводы разные, вариации есть. в котором была реализована система плавания и оружия, но первым плаванием ввел, опять-таки, 7 февраля 2010 года, Hellfire RVC, тот же плавание. А потом уже 16 августа 2015 года и появляется вот этот вот сервер Engine of Assessage. Подождите, сейчас напосредок все-таки еще зайду в свой модуль, который я хочу преобразовать, потом пока еще нельзя. У меня тут будет и плавание, плавание реализовано, и стрельба с оружием и так далее, с этих, кто она, с лошадей, лошадь реализована, пока еще не доделал ничего. Вот, предыдущие вот эти вот патроны набираем, этот персонаж перегружен, я уже тестировал, да? Всяра. Такая охота совместить в один полноценный модуль, не знаете, насколько она на все это время идет, неумеренно. Это, конечно, хорошо-то все ревизовано, но на все это время тратится. Вот из-за ковбоя у меня, видите? Где он, ковбойская шляпа. Соответственно, персонаж сильно перегружен. Вот тут перезарядка, все. со звуками, все как-то настоящее, делаем. Или пистолеты, можно переключиться на пистолет. Сильно уже персонаж перегружен. Так, закончились боеприпасы, почему? Нарезавидел, пули. На тебе. Вот. Здесь нечестные, винтовки и двухсволки. Вот, короче, да, это все прикольно, конечно, но это, знаете, это все время затратное. А где у меня шляпка ковбоя? Шляпка, где-то под кактусом забыл сегодня. А погода тут ненастная тоже, как будто это все еще стоит. Да где солнце? Вот я определяю по время, по солнцу, потому что тут день с ночью сменяется, погода. А, кстати, как дождь добавить? Вот на сервере, в котором мы последняя игра, вон, где-то солнце там будет скрыто. За облаками не видно, что я. Сейчас прояснится. Облака двигаются. За... Что я хотел сказать-то? На сервере, да, какому-то он играл, Kingdom of Heaven, реализована система, там прямо молнию не ввели, что? Иногда молния долбит. Прямо по земле. И вот как это реализовать, кто-то вот все, я не знаю. Кто-то бы создал полноценную. Ну, видите, это я бы окопировал опять. Это неправильно. Надо что-то свое изобрести. Но это как неправильно, все мы усилием, да. Так проще, чем все-то самому изобрести. Но все равно, это интересно. Вот они, ковбойские двери. по ногам ему усилили. Да где солнце-то? Сегодня вообще сильно затянуло облака все. Не понять, куда ветер дует. Сейчас я ничего не понимаю, куда идет облакат. Вот такая розовая, куча, куча розовые облака. Так, вот тут вот это солнце подеет должно быть. Он будет садиться потихоньку. Сейчас. вечеряет уже. Блин, надо выброситься. Тяжело что-то сильно в этом ходить. Вот теперь уже побыстрее будет. А теперь еще. Во. Вот теперь, мое малек. Побегать монахом будет. Ну-ка, отсюда достанет. Поперечный. Нет, прошел, расстрел пошел. Расстрелять. Да блин, ничего не попадает. А, от первого уровня. Ружья. Ну-ка, пистолет. Эй, пистолет. Вау, критом садил. Попал, видимо, куда надо. Тренировочка. Офигеть. А можно тут присесть, кстати? Где эмоция? На, попал, наконец-то. А, издалека, потому что эмоция, присесть, все, ничего не есть. А, присесть можем, вот, просто отдыхом. Ну-ка, с оружием, как это будет? Враги рядом, блин. Подальше надо к ней убежать. Дальше вы не убежите, говоря, маленько. Надо было побольше сделать. Ну, я мечтаю в общем доработать данные. Во, солнце прояснилось. Поработать над ним, но это на все время надо, не сегодня, не завтра, может, не никогда. Вот, с оружием она все-таки села. Вот, апельси. Во, Чую даже достает. Достанет ли? Попадет ли? Вот в чем вопрос. хе-хе-хе-хе-хе-хе, все так унисеситет, подработано классно. Зарядку, все как положено, в принципе. Тут лошадь, то это да, ну, Ну ладно. Пойдем вручную валить. Вот так интересно. Вручную. Знаете, живот прям кулаком. Можно с ноги. Ну давай, развивай с вертушки. Промахнулась он, отскочил в ней. Давай. Вон все, ватролобок. На, еще раз с ноги. Вчера видели монах какой-нибудь. Делал в предыдущем видео. На, получилось прямо удар по печени в пресс. Класс. Мне все нравится. Слушай, ты вел плохую жизнь. На этом твоя жизнь заканчивается. Мозги прострелил. Все на этом. А лучше так свинтов его казнить. Слушай, молись. Аллаху Муакбар. Аллаху Муакбар. Аллаху Муакбар. Тебе повезло сегодня. Хорошо помолился. Здесь молитва спасает тебя. У меня боеприпасы закончились. Точно тебе везет сегодня. Твой день. Ну если я перезаряжу. Бог, не знаю, троица любит, не любит. Если я сейчас попаду. Это как русская рулетка. Повезет мне сегодня в бою. Удеваю шляпу свою. Не повезло. Все. Кстати, станет его интересно. Давайте еще зайдем монаху. Что-то я вообще не могу никак закончить. А так-то я все обе протестировал, да, да? Ну да, в принципе. Свой модуль я не буду. Тест, который я создал. Про елочку там. То есть я его показывал в одном видео. Ладно, что-то я это. Он у меня, потому что в ночное время лучше смотрится. Когда там супер елочка все. Зиму там создал вообще. Ну и рождественский модуль. Я его не звал, Игорь. А чего я этим-то и дошел, да и чего. А вчера-то помните, получилось у меня сразу и Станинг Фист. Плюс сбивание с ног. Получится ли повторить? Нет, не получилось. И даже оглушающий удар промах. Потому что два раза такое не получается. Повторить. Вот, застанил. Видите, он голову опустил. А вот после Станинг Фиста хорошо делать нокдаун. На тебе и все на этом. Ладно, все. Можно еще что-нибудь придумать именно. На тебе с руки. Мне прикалывает вот эта анимация. Нет, не эта. Это с размножки. Ножницы, или как называется. Мне с вертушечки нравится с прыжка. Кстати, прыжки реализованы еще. Есть всякие модули. Сбирание на скалу на протестировать. Прыжки и все-таки. На, офигеть. А чего он сопротивляется-то? Так нехорошо закончить. Сопротивляется, не получилось. Я думал, видео уже заканчивать и не получилось. Блин, еще раз сопротивляется. Да ты сегодня уже воскрес! Воскрешенный. Кстати, был хороший такой на одном из серверов. Амен первый еще. Дзентал воскрешенный. Целую гильдию создал свою. Монахов как раз. Игорь тоже, кстати, вот тезка моя. Был такой игрок. Сейчас у него семья, он забросился. И мне надо забрасывать. И реал страдает. Как это? Улучшенное звание рукой и тычком. Я хотел закончить с вертушки. Он улетел вон туда. С ноги. Получится? Нет у меня как я запланировал. Вот тут вот ввели вот это вот. О, кстати, я не тестил мужика оружие. Как будут смотреться. У монаха вообще с пистолетом побегать. Монах с пистолетом представляете? Вот так я планировал. Лежит все. Лежит. Видите, на лошади еще побегать. Да, Индинис оф Ассенс. Сейчас такое Ассенс. Ассенс. Так, правильно. 16 августа 2015 года. Появляется на нем тоже есть и плавание и оружие. Но первым плаванием все-таки ввел 7 февраля 2010 года Hellfire RVT. Также он 13 марта 2011 года ввел климбинг. То есть можно было восхождение делать на гору, забираться. И также он ввел, разработал, точнее, 31 марта 2010 года левитацию и флайнг тест. А, ну, флайнг это просто название ролика. Там, где можно летать было и, ну, в общем, все с полетом и сядом, с воздушным пространством. Все это сделал Hellfire RVT. Ну, давайте, хватит уже болтаний, отступлений. Давайте, собственно, приступать к тестированию модулей. От этого потрясающего, которое просто, просто так, сейчас, так сказать... О, профиарил, Критерカет на dersel Frankel Где оно? Н!.. Почему их съезд was? Не понял, ну-ка. для чего они заслуживают нет, условно? Сейчас, секунду, у меня тут что-то немножко заглючило, сейчас доберемся все равно с вами. Ну ладно, неважно. Надеюсь, сейчас еще ничего не сорвется, потому что здесь очень много файлов для установки, надо было в разные места, они лишь бы не конфликтовали у меня еще эти модули. Описание модуля куда-то исчезло. Должно было полностью быть описание модуля. А, вот оно. Тут оно иногда что-то туда куда-то подключивает. А, странно, тогда было описание модуля, но неважно. Где-то было его описание, видимо, я уже что-то там запортачил. Файлы, важно, в каждую папочку я все это тоже видео, ой, да, в данном видео в описании все выложу вам ссылочки дальше, разбирайтесь сами. И вот этот вот разработчик, капитан 4760, который на данный момент ведет тестирование, эксперименты, вот прямо не соврали бы сколько дней, десять, ну-ка в секунду. Офигеть вру, одиннадцать часов назад он тоже ввел последние что-то там разработки с... сейчас. Да, он, в общем, вовсю прямо сейчас работает. На данный момент, когда вот я записываю видео сегодня. Какое у нас? 26 сентября 2018 года. 26-й, он прямо сейчас, одиннадцать часов назад, ввел уже что-то новое во всю вплотную работает. Он еще не закончил свой проект, поэтому нету для скачивания. Он свой проект, ну, не знаю, будет ли он вообще опубликовывать для всего всего. Не то что, обозрение он уже скрины привел, что там и разрушаются объекты у него на лошади. Искатьки, дуэли на лошадях, как старое, помните, в 1800-х годах, во время рыцарства, когда были балы вот эти вот все. Как он называется этот век-то, какой он был? 18-й век, по-моему, когда были короли и устраивали, как вот это называется-то, не забеги на лошадях, не забеги даже, а когда им между, ну, на лошадях, с этими, с пиками-то, с похожими на копья на лошадях, в общем, люди, рыцари-то, бились за сердца своих дам, как принцессы-короли, устраивали, как вот это называется-то, не дуэли, на лошадях-то, дуэли на лошадях? Сейчас, секунду. Рыцарские турниры на лошадях устраивали, но оказывается, это еще давно было, в 1300-х годах. Ну, не стойте, ладно, не будем гуляться в историю, сегодня, во всем видеоигре, а то об этих веках, то эта история, конечно, интересна, как они там, какие были века-то у нас. Я вам даю историю за ползину. Линда Никольева там какое-то было. А 1800-х годах как называли? Тогда не было, вспомнил, рыцарских поединков, раньше не было. Ну, 18-й век как он назывался? Какой век еще был? Ну, век просвещения он вообще назывался, ну, ладно, не суть. Хватит уже, начинаем тестировать, я сегодня тоже просвещаюсь. Столько такое было, большое отступление к тому, что вот сейчас вы увидите. Смотрите, где-то он тут создал даже, можно тут так-то, в принципе, любого, но лучше вот этого, я потому что сам еще, я буду оригинал сегодня показать, что дальше вы сами можете сделать. А где он? Как у него запрограммировано было, так и сделаем для вас, покажем. В оригиналах не тронут авторство. Я могу сам все потом это, но это все временно. Вот она, наша лошадка. Вот конюх. Вот моб. Сейчас все протестим. У нас в инвентаре, значит, есть специальная штуковина. Спасибо, Hellfire. РВЦ, блин. Можно вот закрыто, пространство на уши, пусть открыто будет. Никак. Смотрите, тестируем. Опа, мы на лошадке. Ну-ка, эмоции, кстати, остались, нет ким? Ой. Из эмоций я спрыгнул... Ну не суть. Главное, все работает. А ну-ка еще разок. Я в приколу его. Ха-ха, ну прикольно же че. Так, можно любому вообще так-то классу взять. Так, а че? кстати ускорение все же будет давайте другому классу просто вот эту штуку надо подобрать дроу хочу подобрать вы уже увидели ой что у меня, сегодня мы все потестируем просто столько много было информации, а информация это важная штука, вообще то все начинается именно с информации и именно авторство надо указывать, не говорите что я изобрел, вы просто скопипастили русские обычно так делают ну ой 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 я за это сейчас сразу иногда не думаю вырывается русскоязычная, вот телевизор, вот самсунг вот горизонт и так далее вот больная тема вот почему все русскоязычные русскоязычные, да не буду, что русскоязычное население и так далее вот вот ведь ругают запад ругают запад и всех иностранных вот этих вот умных людей при этом сами при этом сами смотрят на них так втихаря, никому об этом не говорят так пользуются и техникой пользуетесь и даже я даже вы сейчас сидя за компьютером это разве изобрели русскоязычные люди посмотрите все написано на вашем мониторе как он называется горизонт самсунг также посмотрите на блок питания стоит который рядом ой как он называется то блок питания системный блок это сделали русские его скажем откровенно русские да тоже умные люди но никому не хочу обидеть и скорбить ни в коем случае я такой человек но они сами в основном редко когда что-то свое это писать они дорабатывают уже созданное кем-то изначально свое то мы как раз таки редко что-то изобретаем приобретаем новая идея вот смотрите так же и с модулями если да сейчас появится просто это будет переработан уже модуль я откровенно говорю даже ту же технику да мы улучаем откуда вот эти вот все все появляет оттуда с западом у нас был горизонт у меня тут сюда вот даже телевизоры наши и техника вятка автомат все у меня такая переделка я не читал точно по истории информацию переделка чьего то уже творчества созданного ранее продукта ну хотя ламповые были может и мы изобрели да лампочку ламповые телевизоры но не будем суть в том что все равно но от этого и конечно особо то ничего задорного нет если мы улучшим продукт готовить мы же так друг от друга и учимся а как еще учиться с книжек тоже кто-то их написал а мы откуда вот родились только да давайте еще немного философии мы родились откуда мы можем все знать так же учимся а как еще ничего задорного там нет считаем если кто улучшит еще продукт в этом ничего плохого нет лично я так считаю вот давайте попробуем колдуном дроу побегать на лошади мне нравится дроу а блин у меня оружия нет еще и оружие по моему взял действует вот чтобы сейчас залезть на лошадь просто так ты не залезешь надо подойти и забрать одну штуковину вот это вот а так то он уже и по воде и седло там ввел и вообще все подряд сейчас улучшает он что вот это вот какого года модуль который я то сейчас я почему хронологию то и провел это у меня скаченный 21 марта 2012 года это самая первая наработка там еще бета альфа были а уже сейчас кто-то там кто он панк или кто 1 мая 2012 года или кого там там выложил со скриптами совсем уже можно даже просто я еще не разобрался как можно уже и на лошади и с оружием все бегать на любом модуле но это на своем сделанном с помощью его скриптов но это знаете это все сложно и долго я пока не занимался но я могу сделать помните мой старый видео где я на лошади катался помимо под песнями нашего советского исполнителя нет российского советского советского российского Николая кто он там ну не волую его так Николая как его уже имя забыло из группы любая мы пойдем станем по полю вдвоем только мы не скажем по полюдям по полюдям Николай вот даже уже имя он сейчас блин стал депутатом поэтому я не хочу ни в коем случае в видеоиграх о политике Николай как же он из любой той группы опять паузу что ли делать давно не слушал позорюсь Николай Расторгуев песня про коня кони называется ну-ка вот смотрите опа наездница такая офигенская так а что с лошадью случилось я не понял работал просто далеко наверное от нее а вот сречь что ли с коня опять надо ну-ка не понял работал уже может потому что надо вот в этой еще быть и вот и и вот и ну ну по-моему настроить ее на максимуме стоят ну работало до этого все нормально было еще раз попробуем если не получится придется другими классами это вот наверно только кто тут а он только мужской полно ли ставил вот кто только доступен ты чё так не интересно да женского пола видимо нельзя блин я почему и заходил тогда думаю я заходил что и дроу и дуэргаром своим монахом этим на мужского пола там на скрипте нельзя ясно все ну хотя бы посмотрели ну-ка если порадоваться блин так то конечно неплохо видите как дык 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 но ну мужским я точно веду монахом например я уже делал ну все значит тестирование но сейчас то вел он уже всех там то есть не он а другие уже он уже закончился работа он все для игроков сделал вот мужским полом тут точно можно жаль что тут что-то с женским проблемам какая-то вот потому что они есть вот кто только там хорошо что он привел это надо можно доработать конечно все это в скриптах все заложится там это без проблем я могу но это на время чтобы до всех раз это очень много времени надо наверное даже не буду просто обозрю да и все вот это точно сейчас сработает сто процентов ну что да нет ну поближе надо ну я же говорил да и то что то через раз скорость кстати монаха припрессовалась к лошади ну ка хп у меня че нет нормально а мне бы еще с оружием в руках потестировать кстати смотрите как картинка тоже с лошадью ну ка можно к нокнуть его давай с этого сносим на на тебе все так слезь с лошади не все так однозначно как казалось ну ка с оружием есть мужик какой-нибудь там типа вот дроу хоть бы оружие в руках было какой-то дроу мужик это мужик по-моему да это мужик а оружие есть какой-нибудь но хотя бы марта гейшин какой-нибудь или че нибудь там так мы доберемся до всего-то нам было с открытого пространства нас есть там еще один человек который потом изменил уже его данный ну а че не сработало может потому что нельзя в этой вот ну ка что-то я не понимаю не всегда срабатывает-то оказывается не для всех для дворфов хотите сказать только и для этого можно будет что-то а-а-а-а-а... а-а-а-а осмотреть, чтобы было сраться дроу, ой, дворф, вот, не надо чтобы, не надо чтобы персонаж был в кассе, там, с оружием хочу, можно было подготовить, конечно, персонаж, вот, золотой двор, друид, ну, давайте, а не важно, вот, женщина, кстати, а, женщина вряд ли пройдет, есть у меня оружие в руках, слава богу, есть, а замечательно, вот, вот классно, если бы я сейчас сел вот так, на лошадь, ну, я что-то очень даже сомневаюсь, тем более одета по полной, о, не может быть, получилось, а как оно, даже женщиной сел дворфом, ну, вот, что-то, отлично, можно и два оружия, совсем, а, пласть только слетел, блин, то есть вы хотите сказать, пласть, это и есть лошадь, вообще, что-то он не всегда работает, что там написано, то есть он вложил, ну, потом он добавил и плащи, как-то, и все там, свой плащ у меня куда-то делся, вот он есть, ага, ааа, потому что он заменяется на плащ, но потом уже тот доработал, дошло, я даже встал от этой мысли, что походил, что-то дракон, понял, как они это все сделали, они заменили плащ, эффект, чтобы он убрался, это как бы человек стоит, но он меняется целый лошадь, такую большую работу проделали, офигеть, Чтобы все равно это все сочеталось, они решили заменить плащом миноритария лошадь. Ну, молодцы, конечно, но программисты вы даете. Поехали, чёрт! Давай, я-то на лошадь, а ты срабах. На, урод, сдохни. Будешь знать месть, друида. Кстати, могу я кастовать на лошадь? Отдыхать. Кстати, тесты начались интересные для меня. А ну-ка, если я бафлю свою лошадь, я могу спать на лошадь, охренеть. Блин, вводите лошади все на свои сервера. Это же интересно. Ну-ка, лошадь, опаси. Ну-ка, господи, работает. Каменная лошадь, каменная кода. Она тоже будет. Я могу сам разработать сервер с лошадьми. Вы не хотите, я... Нет, это, знаете, это время. Ну, то есть сервер модуль русскоязычный. Я могу и русскоязычный сервер делать. Ребята, нет проблем. Дайте время. Это миллион... Тысячи времени не пройдет. Миллион лет. Может, до моего конца жизни. Трот-рот-рот. И не так уже 35 лет. Заль, что они в 13 лет. Вы, молодые, кто сейчас смотрит данное видео, кому 13 лет, сделайте русскоязычный сервер. Ну, 13, я имею в виду, что у вас времени на всю жизнь хватит изучать все это. Скрипты и так далее. Не однодневку сервер. Это у нас большую команду игр. А... 13 хотя бы. Ну, там до 20 лет, кому все лучше будет. Чем больше человека опытнее. Да... Создайте уже нормальные русскоязычные серверы. Сколько можно? Я инициативу проявляю, проявляю. Его можно даже раздеться на нее. Хренеть на лошади. Все можно сделать. Все можно делать на лошади. Ладно... А почему-то над дроутами работает. Я так и не понял фишки. Я хочу дроут посидеть на лошади. Что за... А ну-ка, если я создам персонажа, ну, просто чисто для потестить. Нет, это не тот. Это мы сейчас другой посмотрим. Еще есть сервер с лошадьми. Но тот, знаете ли, это копия РВЦ. Похуже немножко. Но зато на открытой площадке. Почему... Почему дроу я не могу? Не так охота. Еще попытка одна. Потому что она не всегда срабатывает. Там и про проблему, и все написал. Плаща нету. Может это нафиг только снять, чтобы ничего не мешало. Не сработало. Вот она. Почему? Может я... Я что-то там не доделал. Нам надо все правильно готовить. Вот. Делать же. А что толку? Визуального эффекта лошади нет. Дроу никак не хотели быть на лошади. Они несовместимы, видимо. Что-то я не понимаю. А подождите. Стоп. Эти у меня все вообще с другого сервера созданы. Ну-ка я кое-что понял. Это же у меня дефолт наверное интернет. Сейчас мы сядем на лошадь. Я уверен. Это там левые персонажи, две сервера именно созданы были. Я все понял в чем проблема. Сейчас я думаю пойдет все. Все будет чуки-пуки сейчас. Точно сяду на лошадь. Я уверен в этом. Более чем уверен. Может мне эту надо соблюдать. Кто его знает. Да ладно рекомендовано. Все равно тестирую. Пофиг. Пофиг что там выпадет. Рекомендовано. Давайте наездница что-нибудь типа этого. Конюх. Какая наездница? Конюх? Давайте. Ну-ка попытаемся. Сейчас все пройдет я уверен. Более чем. Потому что это просто чары. У меня были сохранены с сервера. Со своими правками. Фиксами. Поэтому не проходило. Теперь я более чем уверен что все пройдет. Удачно. Давай конюх. Не подведи. Уверенство должно пройти. Уже там цветы да все науки. Нет? Ну так мне интересно. Дроуни нет. На лошади не отображается. Лошадь на лошади не отображается. Под дроу. Я не понимаю. Удалять надо конюху который создался. Просто так. Конюх не работает почему-то. Ладно оставлю я еще. Пригодится мне он для второго теста. Да. Пригодится еще конюх сегодня. Ну а так что еще можно? Дроу? Ааа дроу вообще не срабатывает на лошади. Я уже понял. Любого дроу брать. Вот женщина. А ну это уже. Мужчина дроу. Женщина, мужчина, толку. Никакого от этого нет. Вот опять женщина дроу. Да где их созданные? Ну уже же потестировать. Я уже понял. Зря я сейчас время трачу. Ну-ка. Человек-женщина тогда. Ну-ка. Ну уже и так понятно что там нет. Ну-ка. Вот где у меня тест где-то был же. Человек-женщина. Человек-женщина. Вот пожалуйста. Тест. Один да. Поехали этой хотя бы. Да. Человек-женщина может сидеть на лошади. Кнут. Есть. Кстати оружие Кнут. На интернете звал. Вот недавно тестировал. Надо с оружием Кнут что-нибудь сделать. Будет вплеткой. Офигенски смотреться. Да что только. Что только не можно сделать. Все теперь можно сделать. Полный сервер. С лошадьми. Человек-женщина. Почему никто не использует лошадьми еще. Или Балдур Сгидна. Балдур Сгидна. Балдур Фей тут сервер. По-моему я там видел. Лошадь. Но в качестве побойщика. Только она вещи переносит. Но сами не сидели вроде. Потому что это целая уже. Целая разработка. Будет. Яхта все усиливается. Ее надо кормить. И так далее. Будет и хп. И все усиливается. Может и скорость. Вот это же целое. Как Сиала. Но на интернете 1 использует. Но на интернете 1 да использует лошадей. Ну там их паладинок. Притывали. А они тоже считают. Что с чужого там. Они там лошади теперь улучшили. И хп. И все. Дали. И кормить там все лошади. Намного все зависит. Параметры улучшаются от лошади. И скорость. Это же целое. Но развитие можно лошадей. Надолго. Не все хотят. Ну вот. Значит с дроу проблема. Жаль. Мне очень нравится класс дроу. Раз. А то есть. Почему так то. Обделили дроу. Или что то я не сделал там. Ну. А. Я то это снял. Не то снял. Лошадь снял. Лошадь снял. Во. Ну хотя бы. Так. А. Кастовать с лошадей. Кастовать с лошадей. Кастовать с лошадей. Где у меня. Ну че я взял то не то вообще. Почему тут. Почему тут. Мне это не нравится. Почему тут. Не то взято. Ну ка щас. Дайте нам волшебницу какую нибудь. Воркачины. Вот. Это личная женщина. Человек. Женщина. Волшебница. Нормальная. Самое то. То что. Я их хотел. Ну надеюсь есть там заклинания у нее какие нибудь. Есть. О. Волшебная стрела. Замечательно. Лысая. Фу. Да как можно позор какой то. Мои. Еще время сейчас тратим. Я не хочу портить все видео. Че это. Быстрая женщина. Фу блин. Мы че сдурели что ли. Ну так до второго модуля не доберемся. Для лошадей. Оу. Че то здесь все нет. Сегодня тестирование. Ну что такое то. Все не так как надо всегда. Да. Эм. Эм. Че раз эм. Почему. А. Че это кожа вот так. Что ты. Сегодня совсем с ума сойти. Все так долго будет. Планировалось что все быстро будет. Вот. Цвет кожи мой. Да ты че. Да вы че издеваетесь что бы потестировать. Я. Создаю какого то персонажа. Да вы че. 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 Че Че. отступление, где она? Что еще потестируем? С лошадью. Что прикольного? Увеличить, уменьшить себя. Умммм. А какое мы возьмем существо с собой? Кто будет за лошадью бегать? Кошечка? Это же прикольно. Вот, после того, чем мы сейчас Бэтмен. Ха-ха-ха. Корфер. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Давай ещё раз конюх напишем. Да блин, уберитесь со своими именами. Всякая ерунда вот советуется. Свои имена пишем. Дефолтные у нас. Только для дроуна некоторых. Жаркость умерла. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Я сказал, что ты... На моем командировании. Встречай. Ты чувствуешь мою кровь. Ты здесь сегодня. Ты должен бороться. Давай. Я не хотела сделать это, но... Ты не победишь. Ты не победишь. чтобы... Убегаем! 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 Я не contest! Н axe saber! Замательно, вот этот враг神. 're over the verbi Поменьше гуманоида нам тестировать. Поменщисть гуманоиды и... Вот, собственно... Вау, не зря это все делается, ребят. Сейчас будет что-то новенькое. Как мне нравится тестировать, а ретестер. Все начинается с идеей. Кто-то заразился, а плавание... Ой, когда мы будем участвовать? Нет, давайте это видео я назову. Лошади только. Потом плавание, все видео, все есть, можете посмотреть. Плавание, полеты. Так-то оно есть и в скриптах, и все выложено для всех. Но сегодня мы лошадь не займемся. Не могу все в раз. Времени не хватает, вообще ни на что. Вот самое главное, да, причину. Было свободное время, что бы хотел. Ну, слава богу, лошадь есть. Бесит уже. Ой, ну ладно, нет, эмоции. Ну, что, тут все-таки за это время затратное. Сначала убьем его, у нести. Ну-ка, как... Не знаю, стоит прямо. Лежать сказал. А теперь уменьшить. Ну-ка. о май гад это работает вы видите лошадь превратилась в пони я почему сделал паузу чтобы это нечто у меня просто мощь и скорость добавилась а маленькая лошадка я маленькая лошадка не живется не сладко ой да подожди че это такое ну что бригада да можно и собачивались остров этот рыцарский вот этот триггер только убрать надо как-то он мешает интересно на полу это можно отключить настройка где-то как его убрать до подсветка маркер целей вот если нет опции все равно осталось что маркер целей пока она мне не нравится ладно я Вот что такое-то, маркер цели какой-то, ну-ка срезаем, вот этот маркер цели он не мешает, как его убрать вообще, вот крут, то что под нами по-любому можно отключить, это наверное перезаходить надо из игры, что бывает иногда, что когда настройки, ну не суть, ладно, оставим тогда, я не знаю, ну что там с портретом у меня случилось, что сбилось, ну тут баги, баги вон, вот фильм нормально, а, смотри, с портретом в общем, я такого еще не видел, вот фильм нормально, странно, ну ладно, не суть, все, давайте во второй же модуль заходим, хватится, я уже протестировал, что-то я сегодня, это все я тут наделал-то, мне надо потом убирать будет, да, я хотел в своем модуле, но он у меня еще не закончен, что там у меня будет все сразу, и стрельба на лошадях с оружием в руках, и плавание, на лошади плавание, и полеты, и без лошади плавание, и подводное плавание, и полеты, и левитация, и с лошади небес, ну это все, это сложно, это можно сложно делать, наверное, можно сделать, но это очень сложно, я знаю точно невозможное возможно, что можно ограничиваться вашим интеллектом, полетом и так далее, главное временем, терпением и желанием, все делается в тулсете, на интернете, вложенную в игру бесплатно в программу. И потом через сервер, когда вы создадите свой модуль, будет потрясающий, можно через сервер для всеобщего обозрения, чтобы игроки вот так вот заходили, это же все вот эти серверы, думаете, это сложно, это же обычные люди сделали, запустили просто в интернете. Выложили где-то в хост тут же, можно через сервер, временно выложить, через программу все, а можно через хост. Запусти денег в ваш сервер, чтобы бесконечных сил, но за хост надо оплатить за хостинг там, где выложит, кто-то у себя также на сервере через эту программу, за это надо оплатить, но это все и так и здесь. Вашу программу найдите хост, оплачиваете, то, что уложит компьютер, чтобы он не падал там, нормальный на хост найти. Хостинг, серверов, почитайте, знаете, кто заинтересовался, создайте сначала модуль свой, это все реально, просто на это все временно, на команду одному человеку это нереально делать, тоже реально, но просто времени могу идти, на лучшую команду, познакомиться с кем-нибудь. Меня в это не втягивайте, потому что я уже взрослый, и все это на всю жизнь займет. Я просто как идею вам инициативу проявляю. То есть подсказал идею, как мыслите. Так, возможно, найдите друг другом команду, создайте, создайте сервер, на ваших идеях можете, плавание, воспользуйтесь вот этим вот хелл-файл. Я все файлы, все эти выложу, ссылки, поэкспериментируйте, может что-то у вас интересно и получится. У него и левитация есть, у него есть видео, наверное, выложу его по ссылке, и плавание, и подводное плавание, и на лошадях. Вот сейчас вот разрабатывает, кстати, вот, вот, вот сейчас вся надежда, вся надежда в том тоже будут пользоваться его. Уже заинтересовались люди, тоже разработчики серверов, видимо. 4760 никнейм, он сейчас с лошадями работает вплотную, и уже многое добился от них, и скачки на лошадях, и рыцарские турниры делал, и разрушаемость объекта с лошадей, прям бежишь, и можешь копьем или чем-нибудь там пикой проткнуть, и все, и разваливаюсь. Вам в 3d maxi работает, плюс Neolenter X, Nix, или как он там называет, плюс Neolenter 92 Toolset, и во всех вот этих он работает, программ совмещает, и у него неплохие получаются итоги его творения, произведения, наработки. Ну так о чем я, давайте следующий тестировать, вот, плавая, рассмотрим финал. Это другой разработчик делал, но с этих же опять зовут его, по-моему, или Albank, или кто там делал это, или вообще там, по-моему, другой коза. Почему я его не указал, сейчас, секунду. Да-да-да, создал его некий Migrativizard, Migrativizard, 13-го, или модуль, 2014 года. Отдельный тоже модуль с лошадьми, но мне кажется, тоже раз все началось все равно с Hellfire RwC, который начал все занимался с какого года-то, первого видео то самое. вышло, да где опять именно? Да блин, а почему этот? Аж седьмого сентября 2009 года, ну или седьмого, ну девято, 2009 года, все, все снова началось, но потом, я говорю, решали создавать. Вот здесь у этого хотя бы, как, ну у него преображается вообще полностью файл, ой, файл был этот персонаж, так что-то неважно, кем ты войдешь, главное вот эту штуку, вот этим вот я и пользовался модулем, своих модулях уже потом. Вот, наконец-то мы после этих самых подземелья, мы наконец-то, Adelion Dragon, кстати, как подземелья переводится. Так, вот эта погода какая-то ненастная, ни солнышко, ничего не видно, но не суть. Вот здесь у него лошади, на любых можно расах и так далее воспользоваться. Вот этот вот пригождается, я делал для своих модулей, скриптов, копировал, буду уже откровенен, ну, этих кто они, скрипты и так далее. Вот, у него, видите, он просто все под одного ребенка стоит, ну, как сделал, так сделал, поэтому я те изначально и выбрал для, ну, можете тоже поэкспериментироваться с этим, но... Ну, а что с погодой тут у нас? Кстати, у Hellfire, у Hellfire, кто он там? Так, а назад как? А, это он как формы сделал, вот, это не годится так, это никак. Ну-ка, оно ни в плащ не превращается, а, тут вообще не так не хватает, ну, это, конечно, похуже. Блин, да, выкидывает из серверов из этих форм. Вот, у него были и с облаками, вот, солнце нашел, ну, под облаками сегодня. А, у него Hellfire, есть переработаны полностью небеса и все там вообще и со снегом, есть погода, что только нет, можете посмотреть на мой канал, рекомендую, так сказать, фанам ДНДРПГ игрок на Ретернет-1 и на Ретернет-2. Просто потрясающего склада ума человек, развитый, программист одинаковый ТБО. Ну, ладно, все, всем спасибо за просмотр. Ну, это интересно, творить, билдить и когда-нибудь, и вот это вот создавать что-то. Да, где этот поклон-то, куда делся. Все это очень даже интересно и познавательно. На все нужно время. Так, а что, я все потестировал, потому что хотел сегодня. Лошадьми только займемся, плаванием может потом. Все.